В зале около 150 врачей со всего города. Инфекционисты, педиатры, терапевты, гинекологи и другие специалисты собрались, чтобы еще раз послушать об опасном вирусе ЗИКа. Разносчиками инфекции являются комары рода Аэдос. И несмотря на то, что лихорадка поразила уже 44 страны и мира, в Сочи с этими насекомыми проблем нет. Речь не идет о каких-то угрозах, о каких-то рисках. Мы просто готовимся к тому, чтобы наши врачи все знали, все понимали и были способны вовремя поставить диагноз и предпринять все необходимые адекватные меры. В Сочи риски появления очагов заражения лихорадкой минимизированы, но тем не менее профилактика лишней не бывает, подчеркивает начальник управления здравоохранения. С февраля на территории города проводится ряд мероприятий по уничтожению комаров. За полтора месяца обработано 100 гектаров открытых площадей, 500 подвалов жилых домов. К слову, за все время проведения дезинфекции в Сочи по результатам анализов была обнаружена только одна особь комара-переносчика вируса. Профилактика ведется и среди населения. Врачи информируют пациентов об опасности заболевания и призывают горожан держать сухими подвалы, а дворы – чистыми. Ведь комар размножается даже в маленьких объемах воды. Впрочем, помимо ЗИКа в мире достаточно угроз. О них рассказал главный инфекционист края. Например, Конго-Крымская лихорадка. Она уже мигрировала в 40 стран Европы, Азии и Африки. В России на территории Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа сохраняется напряженная как эпидемиологическая, так и эпизоотологическая ситуация по Крымской лихорадке. Что касается Краснодарского края, случаи заболевания экзотической лихорадкой в нашем регионе единичны. Однако Сочи остается под особым контролем. В городе, где постоянно проходят как общероссийские, так и международные мероприятия, нельзя допустить даже один случай заражения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.